В этом цехе стойкий запах растительного масла, отечественного на 100%. Сырье поступает из сельских районов области и Алтайского края. Производство сосредоточено в Новосибирске. Масштабы впечатляют. В одной такой цистерне помещается почти 7 тонн рафинированного масла. В эти емкости закачивается вот такое нерафинированное масло. Оно отличается своим специфическим запахом и темным цветом. Ну а после рафинации и дезодорации привычный для нас цвет. Проверка качества серьезная. Все по жестким требованиям ГОСТа. На каждом этапе обработки масла обязательно берут пробу и отправляют на экспертизу. Качество масла у нас проверяется в лаборатории. То есть приезжают масловозы, отбираем пробы, делаем обязательно все анализы по ГОСТу. Теперь здесь только российское оборудование. От импортного пришлось отказаться после введения санкций. Но, как уверяет производитель, отечественные машины даже лучше. Работают в два раза быстрее зарубежных. А главное, не требуют большого внимания. За таким конвейером следит только один человек. Здесь главный рабочий цех. Из блока выдува бутылки Примон в смысле летят на следующий этап. Эта машина разливает масло в емкости, а дальше отправляет на фасовку. В час конвейера производства выходит 6 тысяч бутылок. Процесс автоматический. Просто слежу, чтобы пробка не переворачивалась. Ну и сбоя с бутылками брака не было. Так все легко и просто. В планах у предприятия запуск новой линии по переработке маслосемян. Это и подсолнечник, и рапс, и соя. Все это уже выращивают в Новосибирской области и даже отправляют на экспорт. В том числе в дальние зарубежья. Задача максимально переработать на территории области все, что здесь производится. А резервов для дальнейшего наращивания объема производства маслосемян у нас очень и очень много. По экспорту ведется очень модная активная работа. И постоянно идет прирост новых стран, куда едет наша продукция. Вьетнам, Китай, конечно, Средняя Азия. На сегодняшний час это Арабские Эмираты рассматриваем, страны Африки. Развитие предприятия выгодно и новосибирским потребителям. Это подсолнечное масло уже продают в местных магазинах. Оно дешевле, чем аналоги из других регионов и стран.